Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня в передаче «Поговорим о здоровье» мы снова с вами коснемся темы табакокурения, табачной зависимости и влияние табака на организм. У нас в гостях заведующая наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Ольга Федоровна Запольнова. Ольга Федоровна, всем известно, что использование табака губительно как на человека курящего, так и на человека, который около него находится, то есть пассивно курящего. И во многих случаях отказ от курения только тогда, когда наступила какая-то беда. Пожалуйста, расскажите еще раз нашим зрителям, что такое табак и как влияет он на организм. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали и как привыкает организм к курению. Табак – это травянистое растение. Используется для курения уже не одно тысячелетие. В России табак в качестве курительного вещества начали использовать во времена Ивана Грозного. До этого курение табака в нашей стране было неизвестно. Вообще, основным веществом в составе этого растения, которое вызывает привыкание и многие неприятные последствия курения, является никотин. Изучение никотина как вещества началось в начале 19 века. В 1806 году было определено это вещество. И в 1826 году выделен алкалоид, никотин в чистом виде. Вещество это представляет собой щелочь, прозрачную маслянистую жидкость с неприятным запахом, резким вкусом, который растворим в воде, эфире и алкоголе. Каждый человек, впервые закуривший, испытывает на себе неприятное, раздражающее воздействие табака. Это кашель, першение в горле, может быть головокружение, тошнота, рвота. Но со временем, когда человек специально перебарывает в себе эти защитные реакции, развивается привыкание. Исчезают вот эти защитные реакции, бывшие при первых попытках курения. И развивается зависимость. Кроме никотина, в процессе курения табака вырабатывается огромное количество различных веществ. Всего их более 4000. И более 400 из этих веществ являются канцерогенными веществами, то есть теми, которые способны вызвать онкологическое заболевание у курящего человека. Особо опасны среди веществ, которые при этом образуются, это смолы, бенспирен, аммиак, угарный газ. Помимо этих веществ содержится еще и большое количество солей тяжелых металлов, таких как кадмий, никель, свинец. Образуется также мышьяк, аммиак. Курящий человек, длительно курящий, обманывает себя тем, что при курении сигареты у него улучшается память, внимание, улучшается концентрация внимания. Он чувствует себя лучше. Это связано с тем, что в процессе длительного курения истощаются внутренние организмы, извращаются нормальные физиологические течения, нервные передачи, нервных импульсов. И без стимуляции извне не работают уже ни надпочечники, не идет нормальная передача нервного импульса в головном мозге. И чтобы что-то придумать, что-то сделать, что-то сообразить, человеку, курящему, естественно, нужен допинг. Но спустя 20-30 минут концентрация никотина в организме падает, падает концентрация и адреналина, и других медиаторов нервной системы. И курящий человек чувствует в себе какое-то опустошение, снижение двигательной активности, снижение умственных каких-то способностей. И рука непроизвольно тянется за сигаретой. Сердце курящего человека, много курящего, курящего 20 и более сигарет в день, совершает в день на 15-20 тысяч сокращений больше. Оно быстрее изнашивается, оно быстрее стареет. Плюс к этому курение способствует развитию раннего атеросклероза. Во-первых, это происходит за счет сужения сосудов. А во-вторых, за счет того, что на переработку никотина, вредных веществ, которые поступают с курением, расходуется огромное количество витамина С. В среднем в сутки расходуется около 35 миллиграмм аскорбиновой кислоты. А дефицит аскорбиновой кислоты ведет и к развитию раннего атеросклероза, и к старению кожи, потому что аскорбиновая кислота является основным кирпичиком для построения коллагена. В связи с этим образуются и морщины, и бледность кожи, и синюшность кожи у курящих людей. Поскольку спазм сосудов в процессе курения генерализованный, нарушается питание и эндокринной системы, в связи с этим высокий риск развития раннего сахарного диабета, поражения надпочечников, щитовидной железы. Нарушается кровообращение и по крупным сосудам. Такое тяжелое заболевание, как амблитерирующий эндортериит, способен привести в течение нескольких лет к практической обездвиженности, инвалидности человека. Закрывается просвет крупных сосудов, бедренных артерий, и человек может потерять конечность за счет гангрены. Чаще всего у курильщиков развивается рак губы, рак гортани, рак легких, рак органов желудочно-кишечного тракта, особенно часто развивается рак желудка, рак мочевыводящей системы, мочевого пузыря и почек. Особое вредное воздействие оказывает табачный дым на организм беременных женщин и детей. Нужно сказать, что курящая женщина, активно курящая или пассивно курящая, вдыхая табачный дым, передает все вредные вещества, все токсичные вещества, которые она приняла на себя, своему нерожденному ребенку. Ольга Федоровна, расскажите также, можно ли отказаться от курения? Какие современные методы лечения у нас в стране имеются? – Бросить курить можно. Самое главное – очень захотеть. Определить для себя те важные моменты, которые вы хотите реализовать. Почему вы хотите бросить курить? Потому что это некрасиво, это непрестижно, это мешает вам, мешает окружающим. Сейчас формируется четкая тенденция о непопулярности курения, о неприятии курения. Большинство людей не могут отказаться от курения по той причине, что не чувствуют на себе какого-то вредного воздействия табачного дыма и курения. И только когда возникает уже угроза опасности тяжелого какого-то заболевания, чаще всего это онкологическое заболевание, тогда курильщик способен отказаться от курения, и это является достаточно мощной для него мотивацией. Когда вы определились с мотивами, желательно записать их на листе бумаги. Написать свои желания. Я хочу добиться этого, этого, этого. Не нужно ставить себе первоначальной задачи бросить курить насовсем. Поставьте себе короткую задачу. Не курить один день, не курить два дня, не курить две недели, не курить при таких-то обстоятельствах. Поставить себе задачу не курить утром, не курить ночью, не курить натощак. И вы заметите, что количество сигарет сокращается. Расскажите нам, пожалуйста, и о профилактике. Ведь профилактика – это основа того, чтобы в стране не курили, чтобы наши подростки забыли, что такое табак. Во-первых, профилактика табакокурения – это пропаганда здорового образа жизни. Когда мы сами стремимся к здоровому образу жизни, пытаемся заниматься спортом, занимаемся спортом, физкультурой, много гуляем, мы тем самым и своим детям показываем позитивный пример. И сами оздоравливаемся. В тех семьях, в которых не принято курить, в которых негативно относятся к курению, ребенок тоже может закурить. Но это может случиться в силу психологических особенностей подросткового возраста. Как правило, дети начинают курить в 10-15 лет. Тогда, когда формируется уже характер, хочется подражать кому-то. Ни в коем случае нельзя ругать, сильно ругать, обижать ребенка, оскорблять, если вы заметили, что что-то сделал он такое, что не укладывается в вашу систему ценностей. Всегда можно найти со своим ребенком тему для разговора, общие точки, расположить его к себе, стать для него лидером в семье, чтобы ребенок не искал какой-то пример подражания за пределами вашего привычного круга общения позитивного, если вы не являетесь курильщиком. Дорогие друзья, мы с вами узнали, что никотин – это яд, курение опасно. Вы знаете, хочется сказать, ибо услышащий услышит, а мыслящий поймет. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин